Привет, друзья! Посмотрите на эти булочки. Помните, когда-то такие стоили 6 копеек? Рогалики из прошлого. Это именно они. И вкус, и аромат. Готовлю и вспоминаю детство. Рецепт простым не назовешь, но результат уж точно стоит того, чтобы немного повозиться. Вначале опара. В теплой воде растворяю 6 граммов прессованных дрожжей. Воды нужно 130 миллилитров. В миску просеиваю 225 граммов муки и вливаю в дрожжевую смесь. Начинаю замешивать. Собираю тесто в комок. Оно получается довольно плотное и совсем слегка может липнуть к рукам. Выкладываю в миску. Для брожения на столе обычно нужно часа 3-4. Но я поставлю миску с тестом в духовку. Будет чуть быстрее. В моей печи для этого есть специальный режим. Выбираю время 2 часа и устанавливаю температуру 30 градусов. зрелая опара имеет насыщенный хлебный аромат. Вот так она увеличилась в объеме за 2 часа. еще 6 граммов дрожжей растворяю в 110 миллилитрах теплой воды. Добавляю сюда же 25 граммов сахара и 7 граммов соли. В миску просеиваю муку 275 граммов и вливаю в дрожжевую смесь. А теперь достаю из духовки опару, рву ее на кусочки и отправляю эти кусочки в миску к остальным ингредиентам. Замешиваю тесто. Обычно мне для этого нужно 3-4 минуты. Когда тесто станет уже вот таким однородным, можно добавлять размягченное сливочное масло. Не все сразу, конечно, небольшими порциями. Примерно по чайной ложечке масла вмешиваю в тесто. Еще масло и снова вымешиваю. Тесто становится все мягче и мягче. Масло нужно 40 граммов. Можно заменить его на сливочный маргарин, но сейчас качественный маргарин купить очень сложно. Поэтому я обычно добавляю именно масло. Вот такое мягенькое и послушное получается тесто. Оставляю его для подъема на 1 час. Подошедшее тесто обминаю и делю на 7 частей весом 112-115 граммов. После выпечки вес готовой булочки будет ровно 100 грамм. Каждый кусочек теста округляю и оставляю еще минут на 20 под полотенцем. Затем раскатываю так, чтобы лепешечка получилась треугольной формы. Вот такой. Припыляю немного мукой для сохранения слоев и сворачиваю, начиная с широкого конца. Рогалики выкладываю на противень и оставляю в теплом месте примерно на полчаса. Подошедшие рогалики смазываю водой и посыпаю сухим маком. Выпекать такие рогалики нужно обязательно с паром. Устанавливаю в печь емкость с водой. А теперь противень с рогаликами. Выбираю режим выпечка с паром. Выставляю 18 минут и температуру 190 градусов. Если готовить в обычной духовке, нужно установить снизу противень с водой и предварительно духовку нагреть. Здесь же ждать ничего не нужно. Печь нагревается сразу. А булочки в этой печи получаются идеальными. Воздушные, румяненькие и не сухие. Смотрите, какая красота. Даю остыть на решетке и все. Нежнейшие и безумно ароматные булочки уже можно пробовать. А вот так булочка выглядит в разрезе. Зачем тут что-то говорить? Красота! Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши отзывы об этом рецепте. Точное количество ингредиентов и ссылочку на свою мультипечь оставлю под видео в описании. Всем желаю приятного аппетита! Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной!